МВД В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о деятельности службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД с начальником Организационно-аналитического управления указанной службы подполковником милиции Айдаром Шигаевым. Здравствуйте, Айдар Туратбекович. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Айдар Туратбекович, расскажите, пожалуйста, конкретнее, в чем заключается работа службы? Мы все знаем, что вы занимаетесь противодействием по незаконному обороту наркотиков, как это видно из названия. Но в чем конкретно заключается ваша работа? Само название службы говорит само за себя. Служба называется «Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». Но суть нашей деятельности заключается не только в противодействии незаконному обороту наркотиков, но и в активной профилактике наркомании и наркопотреблении, а также международной кооперации, то есть в международном сотрудничестве с иными компетентными органами зарубежных государств как на многосторонней основе, так и в двухстороннем формате. Ну и кроме того, наша служба осуществляет деятельность по пресечению деятельности, незаконной деятельности наркогруппировок, наркосообществ и, соответственно, взаимодействует со всеми практически государствами мира и международными организациями, такими как УНПО, Управление по наркотикам и преступности, Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора коллективной безопасности. То есть спектр деятельности нашей службы очень широк, и мы ведем наступательную борьбу с наркотиками по всем фронтам. Вы сказали, что в том числе Ваша служба занимается и профилактикой оборота наркотиков, и наркоманией. По вот этой части какие шаги Вы предпринимаете? Какой Ваш инструментарий по профилактике? Ну, инструментарий у нас очень такой простой, можно сказать, в действительности буквально через несколько дней мы будем отмечать Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и со злоупотреблением наркотиков. 26 июня он был принят Организацией Объединенных Наций в качестве отдельной самостоятельной даты, и, соответственно, по всему миру, в том числе и у нас в Кыргызстане, организуются такие массовые профилактические масштабные мероприятия, направленные на профилактику наркопотребления и наркомании. И в составе нашей службы также есть подразделение специальное, которое осуществляет профилактику наркомании и наркопотребления в масштабах всей страны, и, соответственно, сюда вовлечены фактически многие структуры, многие государственные органы, то есть наша группа по профилактике занимается с Министерством образования, с Министерством здравоохранения и социального развития, со многими заинтересованными службами, мэрией города Бишкек, и, соответственно, организуют различные профилактические акции, мероприятия, в том числе и осуществляют такую деятельность, направленную на целевую аудиторию, на целевые группы. И фактически мы проводим такую первичную наркопрофилактику, в основном в позитивном таком цвете. А вот в чем заключается эта работа? Первичная наркопрофилактика заключается в том, чтобы разъяснять без, скажем, каких-либо страшилок, что наркотик – это зло, что это опасно, не стоит пробовать. Наоборот, мы ищем альтернативу такому нехорошему явлению, как наркомании и наркопотреблению, и, наоборот, агитируем и распространяем позитивный образ жизни, здоровый образ жизни, занятия спортом. То есть можно добиться во многих сферах жизнедеятельности успехов, иными словами, не вовлекаясь, не пробуя наркотики. Вот в этом заключается главная цель нашей деятельности. Вы отметили очень интересный момент, потому что мы там, условно, 5-10 лет назад, или в позднем Советском Союзе действительно борьба заключалась именно, как вы сказали, в устрашении в том, что наркомания и употребление наркотиков приведет тебя на самое дно социальной жизни. Вот этого всего. Сейчас вы говорите, что вы переключились на позитивную сторону, рассказываете людям потенциальным. Ну, не знаю, кто в основном это, наверняка это, молодежь в первую очередь, а потом уже люди постарше. Да, конечно. Группа риска, она действительно, в первую очередь, молодежь, несовершеннолетняя. То есть у тех людей, у той группы лиц, у которых пока еще не сформирован такой мировоззренческий образ жизни, иными словами. А насчет того, что мы перешли от негатива к позитиву, я бы сказал бы так. Мы сейчас следуем международному опыту, международному стандарту. Вот, допустим, в прошлом году, в 80-х годах, мировое сообщество, в том числе и ООН, они давно уже поняли, что устрашающие меры, меры, так скажем, именно наказания, казни и так далее, они вообще малоэффективны. Поэтому и отсюда пошли и права человека. То есть смертная казнь во многих государствах была отменена, в том числе и у нас, как вы знаете, соответственно, с законодательством нашей страны. Иными словами, то, что не действует, в действительности лучше отбрасывать в прошлый век. Нужно использовать новые инструментарии, новые возможности, новые подходы. В этом заключается суть нашей деятельности, тоже как службы. Искать новые инструменты и, соответственно, бороться с наркотиками по-новому. В том числе и агитировать, осуществлять профилактическими мероприятиями, именно соответствовать международным стандартам. В современном мире, когда в век технологий мы сейчас живем, все, что нам казалось 10 лет назад в реальной жизни, сейчас все переходит постепенно в онлайн. И в том числе, к сожалению, методы распространения, скажем так, тех же самых наркотических средств. И мы можем у нас в городе тоже наблюдать различные ссылки на телеграм-каналы, такие графически обозначенные на заборах. Это что значит? Это тоже канал избыта наркотиков? Как с ними боретесь? Есть ли у вас техническая база, чтобы бороться с подобным явлением? И проходит ли такая борьба успешно? Я бы хотел немного остановиться на предыстории. То, что вы говорите, это можно назвать таким новым явлением, как синтетические наркотики и их распространение. Иными словами, синтетические наркотики – это те наркотики, которые появились совсем недавно относительно, и они в основном являются результатом различных химических лабораторий и в результате синтеза, в том числе и наркотиков растительного происхождения. Ну и в итоге, как вы говорите, в мир, скажем, наш век информационных технологий, особенно это ощутилось в прошлом году, когда были введены ограничительные меры, карантинные меры. В основном эти наркотики распространяются путем, посредством интернета и с помощью различных мессенджеров, различных социальных сетей, различных каналов и так далее. То есть в данном случае назрела уже такая необходимость, чтобы противодействовать этому злу на таком достойном уровне. И мы впервые, как я уже сказал, столкнулись с этим негативным явлением в 2016 году, в 2014 году уже была реклама. То есть с того времени, по настоящее время, не по настоящее время, а до 2018 года мы нарабатывали опыт. Иными словами, как необходимо с этим бороться, какие меры лучше всего предпринимать. Ну и, соответственно, готовили потенциал, то есть личный состав, который будет в дальнейшем противодействовать этому злу. Иными словами, мы направляли на обучение в Российскую Федерацию, зарубежные государства, принимали опыт по борьбе с такими синтетическими наркотиками, с распространением их сети интернет, полностью зарубежную интегрировали. Ну и в итоге в 2018 году мы уже поняли, что назрело необходимо создание отдельного самостоятельного подразделения, которое будет в дальнейшем осуществлять борьбу с синтетическими наркотиками. И в 2018 году был создан специализированный отдел, он осуществляет противодействие синтетическим наркотикам и он, так скажем, направлен на устранение рисков в области киберугроз. И, соответственно, в настоящее время это подразделение успешно осуществляет свою деятельность. Фактически мы на основе того, что граждане нам показывают рекламу, где закрашена, где имеется такая реклама, наши сотрудники осуществляют проверочные мероприятия. В отдельных случаях в результате этих мероприятий по решению судов уже, так скажем, эти каналы, если мессенджеры, закрываются, и, соответственно, это зелье, эти наркотики уже не попадают адресно. И в этом, опять-таки, заключается наша деятельность. По поводу, кстати, такая история вот из относительно недавнего прошлого. Если не ошибаюсь, приблизительно где-то в 2010-м, 2011-м, наверное, может быть, чуть пораньше появились вот те самые спайсы, о которых шла речь. И вначале оно, насколько я помню, не подпадало под статью о распространении наркотиков. То есть это считалось, как новый вид табака или каких-то вот таких новый вид синтетических вот этих средств. А сейчас же и развитие технологий, в том числе и подталкивает развитие технологий и в производстве тех же самых наркотиков, и новых видов наркотиков. И не всегда бывает сразу очевидно, насколько опасен тот или иной вид новых... Ну, я не знаю, если вот говорить так... Как называют новые психоактивные вещества. Да, да, новое психоактивное вещество, которое, казалось бы, вроде бы и не подпадает под определение наркотического вещества, но в последующем оно оказывается действительно опасным, как тот же самый спайс. Сейчас с этим вы тоже сталкиваетесь? И вот этот отдел, о котором вы говорите, тоже проверяет, да? Непосредственно отдел, о котором я упомянул, он занимается противодействием. То есть они непосредственно, так скажем, борются с этой преступностью, с этим видом преступлений. Ну, а мое управление, то есть организационно-аналитическое управление, оно в большей мере сфокусировано на законодательстве. Иными словами, то, что вы говорите, то или иное вещество появилось на рынке, оно в настоящее время не контролируется. А если не контролируется, то формально мы уже не можем привлечь никакой ответственности. Вот эта проблема, решением этой проблемы занимается наша служба, в частности, мое управление. И в данном случае мы, может быть, запоздало, но тем не менее на основе рекомендаций, на основе зарубежного опыта, где это вещество, так скажем, находится в списке контролируемых, мы вносим их в наши уже национальные списки и вносим изменения и дополнения. Ну, так скажем, до этого года у нас, как бы говорят, такая игра была в догонялке. То есть на шаг преступность была впереди нас. Мы были в роли догоняющих. Тем не менее, в этом году мы, так скажем, посмотрели, извесили все минусы и плюсы. И, соответственно, уже нашими экспертами, нами подготовлен новый проект закона. Первый закон был принят в 98-м году, то есть уже более сколько лет, более 20 лет, получается. И мы абсолютно хотим обновить этот закон, закон о наркотиках, и включить такое понятие, как аналоги. Иными словами, все вещества, которые будут распространяться, хотя и они не будут контролироваться нашими списками, но мы их можем в дальнейшем включить в аналоги. Это позволит такой механизм. И, соответственно, уже мы их можем в дальнейшем контролировать. Иными словами, привлекать к ответственности лиц, которые распространяют эти вещества. Ну, и кроме того, мы занимаемся также такими программными, масштабными документами. Один из масштабных документов, который был нами разработан, это была антинаркотическая программа правительства Кыргызской Республики. Это было в 2014 году. Ну, и в этом году мы также планируем принять новую антинаркотическую программу, учесть все минусы, которые были в прежней программе, в программе учить, учесть все недоработки и, соответственно, с новым опытом, с новыми возможностями при новом сотрудничестве вступить, так скажем, и принять ее. И, соответственно, осуществлять свою деятельность в сфере противодействия наркотикам. Ну, вот еще один вопрос по поводу распространения наркотиков. Ну, там, в городах такие, так называемые, закладчики сейчас получили широкое распространение. Это, как я понимаю, новый вид распространения наркотиков. Он взаимосвязан еще и с теми же самыми мессенджерами, когда человек делает закладку и присылает данные, и через онлайн какие-то платиши оплачивает наркопотребитель. С таким явлением сложно бороться у нас в Кыргызстане? Я бы сказал так, что в начальной стадии, когда это все формировалось и только вырабатывался алгоритм борьбы противодействия или расследования и раскрытия таких видов преступлений, тогда действительно было сложно. В настоящее время у нас, можно сказать, что мы действуем как часовой механизм. Профессионалы в нашей области есть. Они, соответственно, уже знают, кто является организатором, кто является кладманом, как называете, закладчика называют кладманом, кто является другими, так скажем, пособниками. Иными словами, это все делается в форме группы, причем организованной группы иногда бывают. И, соответственно, уже мы в дальнейшем работаем над ними. Ну и в кассе профилактики мы также осуществляем такую деятельность среди молодежи и говорим, чтобы они не поддавались легким деньгам. Иными словами, могут сказать, что вот ты хочешь заработать столько-то тысяч сомов, буквально вот сходи в это место и вот это положи и все. То есть мы уже информируем заранее и говорим, что в поисках такой легкой добычи, легкой доли вы можете оказаться совсем по другую сторону закона и, соответственно, в дальнейшем все планы и вообще вся жизнь может быть перечеркнута. То же самое мы осуществляем в отношении водителей большегрузных машин. Как вы в начале передачи сказали, что сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности и в том числе и нами были задержаны такие крупные партии наркотиков. Это результат того, что многие водители большегрузных автомашин, загружая свой груз, не обращают внимания на тонкости. А фактически сотрудников водители могут использовать в темную и в итоге при пересечении государственных границ наших граждан, наших водителей, которых пытаются заработать свой кусок хлеба, работая на чужбении, в том числе и за границей, их могут привлечь к ответственности за перевозку наркотиков. А это уже такая тяжкая статья. Допустим, в Китае за это предусмотрена смертная казнь, и они не церемонятся. В нашей стране ни один и ни два раза за всю нашу историю поднимался вопрос о легализации легких наркотиков, растительного происхождения, например, той же самой марихуаны. И есть множество аргументов против этого, есть множество аргументов за это. Приводятся примеры, опыт Нидерландов и ряда других стран, тех же самых США, например, где за последние 5-6 лет немножко облегчили оборот вот таких легких наркотиков. Скажите, сейчас у нас почему в этом направлении, вернее, ведется ли в этом направлении работа, и почему это сейчас нам не нужно, на ваш взгляд, как представитель службы, которая занимается борьбой с оборотом наркотиков? Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что легализация марихуаны, эта тема была поднята не зря, обсуждалась эта тема, и обсуждались многие ее аспекты самых высоких трибун с трибун ООН, Организации Объединенных Наций. Тогда наше государство, наша делегация, которая участвовала в заседании, мы проголосовали против. Опять-таки скажу, почему. Ну, во-первых, не до конца исследовано полезные свойства этой марихуаны, этого каннабиса. Сными словами, многие говорят, что при болезни Паркинсона, при различных, так скажем, онкологических заболеваниях его можно использовать в качестве альтернативного обезболивающего. Да, в отдельных моментах можно с этим согласиться, но нам бы желательно было бы видеть серьезные результаты серьезных клинических исследований. И тогда бы мы сказали бы, да, ребята, действительно, оказывается, результаты очень серьезные, оказывается, действительно помогают, так скажем, нашему населению и многие больные выздоравливать. Но пока таких исследований нету, пока таких заключений нету. И фактически во многих конференциях, во многих симпозиумах, семинарах, где я также принимаю участие, мне по сегодняшний день не предоставили достаточных таких данных, которые могли бы, так скажем, смело говорить о том, что да, это все полезно. Ну, другой вариант, другой вариант, это техническая конопля. Иными словами, техническая конопля, которая не содержит, или содержит, но очень маленьких дозах такое наркотическое вещество, как тетрагидроканабинол. Иными словами, вот как вы знаете, у нас во время Крымской СССР были такие предприятия, опиаропческие предприятия, коноплиеводческие предприятия, из них сектор экономики получал очень большую выгоду, шились такие кубинские мешки из конопли, изготавливались многие такие полезные вещи из конопли. В данном случае, наша позиция, как министерство, мы не против, мы не выступаем против технической конопли. Для поддержки нашей экономики это будет хорошее подспорье, и мы только заинтересованы в том, чтобы выработать механизмы, так скажем, контроля этой технической конопли, и, соответственно, так скажем, готовы оказать содействие в том числе и Министерству сельского хозяйства и миллерации, чтобы в дальнейшем наши аграрии выращивали, так скажем, этот вид растения, который не содержит наркотики, и, соответственно, вносили лепту в экономику Кыргызстана. Раз уж мы заговорили о конопле, некоторые эксперты, по крайней мере, раньше считалось, что та же самая марихуана является таким стартовым или трамплинным наркотиком после того, как люди начинают употреблять более тяжелые наркотики. Но вот по опыту вашей службы, тем более, вы наверняка проводите какую-то аналитическую работу, почему люди все-таки начинают употреблять наркотики? Почему они ту же самую марихуану, особенно, насколько я знаю, в достаточно молодом возрасте многие пробуют ее? Ну, честно говоря, я не специалист в этой сфере, я, как говорится, сотрудник милиции, я, наоборот, веду борьбу, но как, так скажем, сотрудник, который участвовал во многих таких экспертных встречах, это в большей степени в большей степени психологический аспект. Но в отношении того, что употребляют этот вид наркотика, я бы сказал, что да, обычно все, многие, так скажем, наркопотребители пробуют именно марихуану. Иными словами, они, так скажем, их первый такой положительный опыт, связанный именно с этим видом наркотика. Тем не менее, организм человека заключен таким образом, что бывает так, что постепенно-постепенно эта доза увеличивается, и прежней дозы уже недостаточно. И, как вы говорите, от одного вида наркотиков уже идет постепенное углубление в сторону более тяжелого вида наркотиков. Иными словами, потребитель, который раньше употреблял марихуану, он может легко подсесть на гашиш, он может легко подсесть на опиум, и вообще он может даже перейти на героин. То есть, в данном случае такое смещение идет. Ну, о причинах, о корне, так скажем, этого явления, я бы сказал, что наша молодежь, особенно молодежь, которая испытывает трудности, склонна к депрессии, вот для того, чтобы забыть такие моменты, они в основном хотят погрузиться в такой искусственный мир такого ощущения, приятного ощущения, и поэтому, ну, так скажем, временно забыться, иными словами. И вот, ну, для того, чтобы этого негативного явления не было, я бы хотел посоветовать нашим молодежи искать альтернативу этому. То есть, лучше всего работать, лучше всего заниматься спортом, лучше всего развивать свое творчество, иными словами, перед каждой личностью, особенно молодой, мир не ограничен. Каждый человек может реализовать его во всех сферах. Иными словами, самое главное, это желание. Ну, и позвольте, наверное, добавить к этой ремарке еще одну такую вещь, что, во-первых, любой наркотик, даже какое бы наслаждение, он не давал, это все-таки временный эффект, а последствия, практически в 100% случаях, они достаточно тяжелые, как связаны с так называемыми легкими наркотиками, так и с так называемыми тяжелыми, и вот этот небольшой промежуток времени, который мы получаем наслаждение, он того не стоит никак, и наркотики, это абсолютное зло, и приближаться к ним, употреблять их, и тем более связываться со всем, что связано, может быть, с оборотом наркотиков, ни в коем случае не стоит, это так, к нашим зрителям такая вещь. А если вот перейти на более такие глобальные темы, ни для кого, наверное, не секрет, что наша страна считается транзитной страной для наркотиков, поступающих из Афганистана, из вот южных регионов Центральной и Средней Азии, и транзитной в Европу, в Россию, в тот же Китай. Как вы боретесь с этим, и почему нельзя взять и, раз и навсегда, обрубить этот трафик, я понимаю, как и любая борьба с преступностью, это непростое дело, где-то даже достаточно там чреватое очень серьезными последствиями, но тем не менее. Я бы сказал бы так, что одна проблема порождает другую, иными словами, вот с одной стороны прозрачность наших границ, особенно на юге, когда границы с Аджикистаном у нас фактически являются условными, это тоже порождает определенную проблему, и, как вы знаете, наркотранзит, он осуществляется из Афганистана, через территорию Таджикистана, и, соответственно, уже нашу территорию, и в Казахстан, в том числе, и Российскую Федерацию, и, соответственно, в страны дальнего зарубежа, в страны Европы. Ну, наркотранзит, это такое явление, можно сказать, не столь такое масштабное, но оно постоянное, ну, и, соответственно, здесь уже необходимо задуматься над объемом транзита, иными словами, сколько через нас проходит. Этим вопросом задаются очень многие эксперты, многие до 2016-го говорили о десятках тоннах наркотиков. Я, например, категорически против этого. Да, перевозились наркотики, но говорить, что десятками тонн, я, как бы говоря, далек от этого. Ну, борьба с наркотранзитом также является приоритетом нашей службы. Мы осуществляем взаимодействие с нашими коллегами из Казахстана, мы осуществляем взаимодействие с нашими коллегами из Российской Федерации, из трандального зарубежья, вот когда через нашу республику прошла такая крупная партия героина и была задержана на германо-польской границе, это около 670 килограммов, если я не ошибаюсь, если память не изменяет мне. Тогда мы провели такое тщательное расследование с нашими коллегами из Германии и Европейского Союза, некоторые были подключены и в итоге мы привлекли к ответственности и перевозчиков, и лиц, которые организовали этот наркоканал, и лиц, которые способствовали развитию этого канала. То есть борьба ведется, она никуда не уходила, пока есть Афганистан, транзитом идут наркотики однозначно. В Кассе примерно я даже могу сказать, что буквально недавно в мае месяце у нас наши чекисты, сотрудники Государственной службы национальной безопасности, Государственного комитета национальной безопасности, они изъяли такую крупную партию наркотиков, более 440 килограммов героина. То есть это свидетельство о том, что транзит был, он до сих спор есть, и первоочередное внимание нужно уделять именно противодействию этому транзиту и осуществлять такие профилактические мероприятия среди водителей. Ну и кроме того, мы в рамках сотрудничества международными организациями, такими как ОДКБ, такими как ШОС, такими как ЦАРИКС, мы осуществляем и проводим на периодической основе различные специальные операции, такие как КАНАЛ, ТОРСЕД и многие другие. И соответственно уже на этом уровне также осуществляется противодействие транзиту наркотиков афганского происхождения. Ну и последний вопрос, к сожалению, у нас остается очень мало времени, но есть ли официальные данные, сколько человек в нашей стране с наркозависимостью или сколько человек вообще вовлечены в торговлю наркотиками в нашей стране? Ну я бы сказал бы так, сколько человек вовлечены в торговлю, мы точные данные не располагаем, но есть данные о лице, которые занимаются, но к сожалению они у нас находятся под определенным грифом и поэтому я их озвучить не могу, но я могу сказать о наркопотребителях, которые официально зарегистрированы в наркологическом центре республиканском при Министерстве здравоохранения и соответственно данная цифра в настоящее время составляет 9348 человек для сравнения я бы сказал бы самый такой пик регистрируемости такое большое количество наркоманов наркопотребителей это было в 2010 году тогда было более 10 тысяч наркопотребителей в последнее время можно сказать и в результате адресной помощи и в результате профилактических мероприятий регистрируемость в том числе первичная потихонечку она сходит на нет официально числящихся на наркологическом учете наркопотребителей число их также уменьшается это нас радует ну и наша цель это чтобы в государстве у нас вообще не было такого слова как наркомания и наркопотребители спасибо вам большое за беседу и хочется пожелать удачи в вашем нелегком деле и успехов потому что от этого так или иначе зависит жизнь каждого из нас и наших близких и тут к сожалению сложно быть застрахованным от такой печальной участи я напоминаю что мы говорили о деятельности службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД начальником организационно-аналитического управления указанной службы подполковником милиции Айдаром Шагаевым держитесь пожалуйста держитесь пожалуйста подальше от наркотиков и всем что с ним связано берегите себя это была программа еще не вечер эфир АЛТО 24 продолжается оставайтесь с нами а увидимся